Привет, друзья! Вот как говорится, паршивая овца сада испортит. Ну правильно, да. Вот я же провожу бесплатный ликбез. На этих бесплатных ликбезах я показываю разные всегда новые приемы. Но у нас же есть и вебинарная часть, когда я и эти приемы показываю, которые бесплатно показывал, и еще какие-то показываю. И в этих, которые показывал бесплатно, я делаю определенную доработку, довожу до каждого, потому что выходят люди с вопросами, и я корректирую на обратной связи. То есть я подправляю и создаю новое качество этим же самым приемом. Что значит паршивая овца? Человек купил вебинар. Я счастлив, потому что я купил микрофон. Потом этот человек говорит, верните мне деньги назад, потому что я этот прием видел на вашем бесплатном ликбезе. Я ему вернул деньги назад. Микрофон оставил. Зато звук у нас хороший. Появляется второй человек, который говорит, верните мне деньги назад, я видел это уже у вас на бесплатном ликбезе, потому что ничего нового вы не дали на вебинаре. Я думаю, ну если человек глуп, то надолго, да? Я ему написал. Возвращаем деньги. Ну для меня это копейки на самом деле. Это вообще копейки наш вебинар стоит за такие приемы бесценные. Это же фантастика, какие вещи я делаю. Такого в мире нету. Ну если лопух, то лопух, у лох, то хлопух. Ну что делать? Ну я ему возвращаю и написал. И прошу больше никогда не востребовать у нас и не покупать наши материалы, чтобы не повторилось так же. Я это для чего записываю? Вы думаете, я так обиделся? Нет. Я просто еще раз убедился. Убедился в том, что люди разные. И вот как я и начал паршивая овса стадо испортить. Поэтому получается, что во-первых, я же мультиэффектный. Микрофон новый показал. Теперь у нас звук хороший, правда? Так. Потом указал тем людям, которые думают, что я все время одно и то же повторяю. Поставил их на место, чтобы они понимали, как там сказано, красота в глазах смотрящего, да? Правильно. Теперь можно сказать и ясность ума тоже в вашей голове, не в моей. Если вы не чувствуете разницы, что такое с обратной связью вебинар, где вы ходите в Zoom, я могу тоже приемы, те же очки показать. Но при этом посмотреть, как вы это реагируете и поддать вам правильную интонацию или подкорректировать, чтобы вы могли этими приемами пользоваться лучше, и вы посмотрели на примере других и поняли больше, если вы не отдаете себе в этом отчета. Поэтому есть у вас, как раньше говорили, шансы для развития. Или говорили, как это говорили еще, потенциал развития есть еще, да. Есть еще, как это раньше говорили, не недостатки, а есть еще точки роста. Молодцы, друзья. Специально это рассказал. А теперь, слушайте, я вам расскажу потрясающую вещь. У меня женщина, которая делала разгрузку дела, в глазах страх, паника. И она мне все время звонит. Я, когда ее вижу, я не могу понять, что же я не так делаю. Сам, что я не так делаю. Вот как рождается истина, и как рождается проникновение в глубину тонких вещей. И вот она уже четвертый раз мне звонит, а я смотрю, глаза у нее такие ясные сегодня. И такое счастье у меня. Я думаю, что-то случилось, может быть. Я говорю, что ты не так сегодня сделала, как обычно. А то она мне четыре раза звонила и говорит, ну не помогает мне, ну не помогает, я не могу спать, я не могу жить с этим, у меня такое несчастье, у меня такое состояние, у меня такой страх, такие паники. И вдруг нормальное лицо. Глаза такие красивые, ясные, чудесные. Прямо, ну прямо солнце, понимаете. Я вот смотрю, а что случилось? Я сам поразился. Она говорит, слушайте, я один раз сегодня сделал. И наконец поняла свою ошибку. А в чем? Я, говорит, четыре раза делала разгрузку и все время ждала, когда же мне легче станет, когда же мне легче станет, когда же мне легче станет, когда же мне легче станет. А сейчас я поняла, о чем вы все время говорите на всех своих бесплатных лекарствах и на вебинарах. Я сегодня поняла, вы говорили, думая, о чем думается, они живы все время результаты. Думая, о чем думается, переживая, о чем переживается, делая разгрузочные действия. И я осознанно стала переживать то, о чем переживала, не борясь с этим, а делая эти разгрузочные действия. И у меня сразу как-то отпустило. Я даже удивлена, и вот как два раза в плеч. Вот видите, я сейчас пример привел. Считайте, что это маленький кусочек бесплатного лекарства. Какая большая истина. Я пытаюсь довести до вас, до каждого. Как надо делать разгрузку? Слова-то простые. Пример привел. Ну, для того, чтобы пример был, мне надо было его осознать, мне надо было, чтобы она это осознала, мне надо было, чтобы она четыре раза пробовала, у него не получилось, чтобы она пять лет мучилась, и вдруг раз, и вышла. Каждая фраза моя, как автора, как специалиста, рождается через взаимодействие с практикой. И поэтому, когда я делаю бесплатные лекбезы, а потом, когда я делаю вебинары, вебинары я не просто так с воздуха делаю. Я на бесплатных лекбезах еще и еще помогаю людям, еще и еще совершенствую методику и вместе с вами ее развиваю по вашим реакциям, по комментам. И очень радуюсь, когда мы вместе создаем совершенствование метода. Итак, друзья, каждый лекбез и каждый вебинар имеет свою ценность. Не цену в деньгах я имею в виду, а ценность. Вот этим баранам, которые как паршивая овца портят все стадо, я это специально записал. И чтобы я их духу больше не видел в нашей школе. Спасибо. Спасибо.